Всем привет! Меня зовут Михаил, я преподаватель в онлайн школе Пиксель. Игроки в Майнкрафт знают, как тяжело добыть драгоценные материалы в этой игре. И было бы неплохо иметь какие-нибудь подсказки, чтобы хотя бы примерно знать, где могут храниться богатства. В этом видео с помощью языка программирования Python мы изобретем своего помощника, и добывать ресурсы станет намного интереснее. Давайте начинать! Подпишись на канал и поставь лайк этому видео! Создадим Python File среди разработки IDLE в любом удобном для нас месте. Назовем файл Reaches, что в переводе означает богатство или сокровище. Импортируем три модуля для создания нашего помощника – Minecraft, Blog и Time. В переменную mc поместим команду для взаимодействия Python с игрой. Отправим в чат приветственное сообщение и остановим программу на 3 секунды. Создадим список под именем Reaches и поместим в него драгоценные материалы. Алмазную руду, алмазный блок, золотую руду, золотой блок, железную руду, железный блок и изумрудную руду. В переменную речи поместим железную руду из списка, который мы ранее наполнили. И выведем сообщение о том, что по умолчанию будет выбран поиск железной руды. Усыпим программу на 3 секунды и оповестим пользователя о начале игры. Определим функцию CheckReaches, которая принимает аргумент в виде сокровища. Назовем аргумент Rich. В функции создадим переменную Post, хранящую в себе позицию персонажа. Для более легкого взаимодействия с позициями определим их в переменной x, y и z. Напишем цикл for для многократного повторения кода. В функции Range укажем количество повторов. Переменная i в самом начале равна нулю. И каждый новый цикл она будет увеличиваться на единицу. С помощью нее мы сможем проверить, нет ли сокровищ где-нибудь рядом. А именно задается диапазон от нуля до четырех блоков. Зададим условие. Если наверху будет обнаружен драгоценный блок, то об этом нас оповестят в чате. В следующем условии. Если внизу будет обнаружен драгоценный блок, то нас тоже оповестят об этом в чате. А сейчас определим условия для того, чтобы поиск осуществлялся по осям x и z. И сделаем поиск по диагонали. Теперь мы точно ничего не пропустим. В переменной game будет храниться булево значение true. Она будет служить нам переключателем. Если true, программа работает. Если false, нет. В цикле while создадим переменную chat, в которой хранится команда считывания чата. Циклом for прочитаем переменную chat. В цикле определим переменную m, содержащую в себе сообщение из чата. Далее создадим условия. Если в чат будет отправлено сообщение diamond ore, в чат выведем сообщение о том, что ведется поиск алмазной руды. А в переменную reach присвоим алмазную руду из списка. Следующее условие пропишем для золотой руды. Оповестим игрока в чате и поменяем значение у переменной reach. Так же сделаем и для железной руды. Теперь займемся распознанием драгоценных блоков. Начнем с алмазного. Запрограммируем распознание золотого блока. Не забудем и про железный блок. Научим нашу игру распознавать изумрудную руду. Одну из самых редких в игре Minecraft. Для проверки работы нашей программы пропишем логику команды test. В чат обязательно выведем сообщение о том, что произошло создание блоков всех видов. В переменную post определим координаты персонажа. С помощью функции setBlocks очистим пространство и создадим площадку, на которой будут расположены блоки. Переменная i нам будет необходима для создания расстояния между блоками. Циклом for прочитаем список reaches. К переменной i прибавим 2. Это значит, что на каждом втором блоке будет появляться наш драгоценный блок. А драгоценные блоки будем создавать в игре с помощью функции setBlock. Если вдруг захотим отключить нашего помощника, то просто пропишем команду exit. В чат выведем прощальное сообщение и переменную game переведем в значение false. Программа после этого отключится. В idle мы увидим 3 стрелочки, что и будет свидетельствовать о том, что никакая Python программа сейчас не запущена. На случай неверного ввода команды в чат, мы увидим сообщение о том, что такой команды нет. И наконец, введем функцию, которая делает нашу программу работоспособной. Теперь мы готовы искать сокровища. Испытаем нашу программу в пещере. К примеру, введем команду по поиску алмазной руды. И программа сразу же обнаружила сокровища под нами. В ином бы случае, мы бы прошли мимо. Если хотите создать свою игру в Майнкрафт и играть в ней со своими друзьями, записывайтесь к нам на курсы. Мы вас всему научим. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Напишите свое мнение в комментариях и присылайте свои проекты, загрузив их через файл обменник. На этом все. Меня зовут Михаил. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok